В Славянске-на-Кубани на территории скейт-парка прошел фестиваль дворовых видов спорта Extreme Contest SNK 2021. В соревнованиях приняли участие как профессионалы, так и новички. С подробностями мои коллеги. Соревнования проходили в четырех номинациях. Новичок, полупрофи, профи и зрелищный трюк. За победу приехали побороться около 20 ребят. Ростиславу Головичеву 13 лет. Он заявился на участие в номинации «Новичок». На самокате юный экстремал катается всего один месяц. Но даже за столь короткое время многому смог научиться. И все благодаря своим наставникам и друзьям. Богдану Артюхину, Тарасу Анофриеву и Тимофею. Которые делятся своими секретами со всеми, кто хочет заниматься экстремальными видами спорта. Мне нравится этот вид спорта. Он очень экстремальный, классный и красивые трюки. И вообще мне нравятся самокат, скейтборд, БМХ. А катаюсь я меньше месяца почти. Ну скоро месяц уже. И это мои первые соревнования были. Очень волнительно. Как ты думаешь, все получилось? Ну, относительно все. В соревнованиях приняли участие и гости из Краснодара. Альберт Волков боролся за победу в номинации «Профессионал». Экстремальными видами спорта увлекается уже пять лет. И считает, что это одни из самых доступных видов активного отдыха. И нужно помогать в их развитии. Этот спорт интересен тем, что может заниматься как взрослый, так и ребенок. Пять лет есть ребята, есть мужчины, которые даже 30 лет катаются. И это факты. Самокат очень доступен и в ценовом диапазоне. Он доступен по легкости трюков. Поэтому самокат подойдет даже для девочек. Являюсь профессионалом этого спорта. И давно уже узнал, что здесь будут соревнования. И решил приехать, поддержать ребят. Во-первых, почему? Потому что скейтпарку пришел уже не то состояние катабельное. Кататься очень опасно. Ну и как-никак мы проводим здесь соревнования. И чтобы поддержать ребят, покататься, поддержать движение, нужно, чтобы администрация города, все увидели, что нужно скейтпарк реконструировать. Потому что здесь растут юные спортсмены, у которых есть потенциал. Которые могут стать реально профессионалами и развивать этот спорт уже здесь, в Славянске, на Кубани. Скейтпарк действительно нуждается в ремонте. И как нам сообщили в районной администрации, его реконструкция запланирована на следующий год. Что касается самих соревнований, то в каждой номинации были определены победители. Первые места у Олега Климова, Данила Трескаленко, Руслана Коротченко. Победители соревнований награждены кубками, медалями, грамотными и денежными призами. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа События.